Три поросёнка Мама, все наши друзья уехали на летние каникулы. Нам теперь не с кем играть. Разреши нам разбить лагерь у озера. Мама-свинья не могла отказать своим дорогим поросятам. Это замечательная идея, дети мои. Конечно, я разрешаю вам идти в поход. Но обязательно выберите хорошее место для лагеря и убедитесь, что ваши палатки прочные. Ура! 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 На следующий день поросята отправились в поход. Но только они зашли в чащу леса, как их заприметил злой волк с острыми зубами и голодными глазами. Ммм, какие сочненькие и аппетитненькие поросята! Отличный будет завтрак! Но братья даже не заметили следовавшего за ними волка. Наконец, Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф добрались до берега озера. Там они нашли живописное место для лагеря. Самый младший поросенок Ниф-Ниф решил поставить свой шалаш возле дерева. Он собрал большие листья, чтобы построить домик. И не успели его братья глазом моргнуть, как укрытие было готово. Самый старший поросенок Нуф-Нуф подошел к младшему брату и посмотрел на его палатку. Какая замечательная палатка, Ниф-Ниф! Молодец! Но как ты думаешь, насколько она прочная? Да, конечно, прочная, братец! Средний поросенок Наф-Наф решил сделать свою палатку из камыша. Для этого он собрал ростки на земле, соединил их вместе и тоже очень быстро закончил свою работу. Но когда старший поросенок пришел к своему среднему брату и увидел палатку из тростника, он предупредил его. Твоя палатка, конечно, хороша, но защитит ли она тебя? А случай опасности? Это же тростник! Да, конечно! Смотри, я выбрал самый высокий тростник. Моя палатка ни за что не рухнет! Поскольку два маленьких поросенка так быстро поставили свои палатки, они начали играть и веселиться. Тем временем страшный серый волк внимательно следил за ними из своего укрытия. Пока младшие братья играли, Нуф-Нуф начал делать свою палатку из толстых ветвей деревьев. Он работал почти до самого вечера. Зато когда его убежище было готово, оно выглядело по-настоящему прочным. Когда Ниф-Ниф и Наф-Наф увидели палатку своего старшего брата, они очень удивились. Твоя палатка, конечно, прочная, но ты же все время работал и даже не смог с нами поиграть. Когда наступил вечер и солнце село, три поросенка решили пойти на морковную вечеринку в лес. И, конечно, голодный волк последовал за ними. Три поросенка увидели, что на этой вечеринке почти одни кролики. Ну, конечно, это же была морковная вечеринка. Ой, похоже, тут очень весело и вкусно. Я хочу попробовать всю морковь! Поросята подружились с кроликами и веселились с ними несколько часов подряд. Гуляйте, поросята. Завтра и мне будет очень весело, когда я вас съем. Когда вечеринка закончилась, три поросенка валились с ног от усталости. Они решили вернуться в свой лагерь. А злой волк ждал их всю ночь. Наутро, проснувшись в своем домике, Ниф-Ниф услышал снаружи шум. Выходи на счет три, поросенок, иначе я уничтожу твою хижину одним ударом. Моя палатка очень прочная, ты не разрушишь ее! Ну, ладно. На! Один, два, три! Волк сделал глубокий и приглубокий вдох. И вдул все листья с палатки поросенка. Наспех построенный шалаш разлетелся на кусочки. Ниф-Ниф едва спасся и побежал к шалашу своего брата Наф-Нафа. Вскоре серый волк появился перед тростниковой хижиной среднего поросенка. Я знаю, что вы оба там, глупые поросята. Выходите, иначе я разнесу эту палатку одним ударом. Моя палатка никогда не сломается. Ха, ладно. Раз, два, три... Волк снова сделал глубокий вдох и сдул все камыши с палатки Наф-Нафа. Братья поросята едва спаслись и стремглав побежали в домик своего старшего брата. Братец, пусти нас! Волк сломал наши палатки! А теперь он идет сюда! Тогда нам нельзя терять ни минуты. Пойдемте со мной. Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф взялись за лопаты и вырыли перед палаткой глубокую яму. Затем они выбрались из нее по лестнице. Братья присыпали свою ловушку землей, а затем спрятались в домике Нуф-Нуфа, который он сделал из крепких веток. Как раз в это самое время голодный волк подошел к палатке Нуф-Нуф. Выходите, поросята, а то одним ударом я разнесу твою палатку в щапки. Не теряй времени, волк, ты не сможешь разрушить мою палатку. Что ж, посмотрим. Раз, два, три... Волк набрал воздуха и стал дуть изо всех сил. Но прочный домик остался невредим. Волк подошел ближе и снова дунул. Но ничего не получилось, укрытие даже не качнулось. Волк сделал еще шаг ближе. И вдруг... Нееееет! Упал в яму, вырытую поросятами. Увидев, что волк попался в ловушку, поросята выбежали из палатки и закрыли яму. Затем братья отправились домой к своей маме, чтобы рассказать ей о случившемся. Мама, ты была права, нам надо было быть осторожнее. Мы должны были проверить местность перед походом. А самое главное, нам надо было установить прочные, надежные палатки. Да, да! Мама-свинья крепко обняла своих детей. Она была очень счастлива, что они благополучно вернулись домой. И все кончилось хорошо.